Добро пожаловать на пятый урок видеокурса «Неотступный». Мы очень рады, не так ли? Это пятый урок, и тема этого урока — «Кто стоит за неприятностями?» Мы рассмотрим материал из седьмой главы. Пожалуйста, присаживайтесь и перейдем прямо к Слову Божьему. Этот урок я хочу начать с местописания, которое я очень люблю. Это Филиппийцам 1.29. Вы готовы? Павел говорит, «Потому что вам дано...» Когда вы слышите эти слова, вы думаете, «Вот это да! Что за обетование ожидает меня?» А что же там дальше? Вы понимаете, о чем я говорю? Но послушайте слова Павла. «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Что? Это же полное противоречие! Минуточку. Мне дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Вы здесь? Вы понимаете, что Бог не занимается обманом и обольщением? Он не обманывает, потому что Он Бог, и Он не лжет. Обетование. Вы со мной? Почему это такое потрясающее обетование? Потому что чем тяжелее битва, тем больше победа. Аминь? Опытный солдат постоянно тренируется и готовится к бою. Почему? Потому что он с энтузиазмом смотрит вперед, когда будет объявлено о начале боя. Почему же с таким энтузиазмом Он настроен на войну? Потому что если Он настоящий солдат, Он хочет принести славу Своему Царю. Он хочет быть полезным Своему Царству и народу Царства. Поэтому Он с радостью ждет боя, ведь Он готов к победе, которая принесет благо Его Царству. Вы со мной? Вы можете сказать так, «Но, Джон, я не солдат». Хорошо, позвольте мне сказать следующее. «Семя Иисуса Христа в вас, и Он является величайшим воином, когда-либо жившим на этой земле». Он величайший воин во Вселенной. Библия изображает Его грядущим на конец мечом, выходящим из Его уст. Он доблестный воин. Аминь? Послушайте, что говорится в Новом Завете. Это не простое спортивное соревнование, которое мы забудем пару часов спустя. Это навсегда. Битва не на жизнь, а на смерть. До победного конца против дьявола и его ангелов. Это написано в Ефесианах 6.12. Перевод Библии «The Message». Послушайте, что говорится во 2 Коринфянам, глава 10. Павел говорит, «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего, сильные Богом». А вот 2 Тимофею, глава 2, стихи 3 и 4. Павел говорит Тимофею, «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Поймите, что вы Христе, вы воины, вы солдаты, и как у солдата у вас есть выбор. Идти одной из двух дорог. Вы можете выбрать путь дезертира, и о вас всегда будут помнить как о предателе. Или же вы можете повести себя как отважный герой, принять бой и победить. Ваше сердце должно жаждать одного — угодить царю. Только ваша плоть, если вы позволите ей, будет доминировать и отказываться от борьбы. Мы — воины. Вы можете сказать «Аминь». Вот такая потрясающая новость. Вы никогда, никогда не проиграете. Или лучше мне сказать так. Вам попросту не нужно проигрывать. Послушайте, что апостол Павел говорит во 2 Коринфянам, глава 2, стих 14. «Но благодарение Богу, который всегда, заметьте, не иногда, дает нам торжествовать во Христе». Вы со мной? На предыдущем уроке мы рассмотрели, как Иисус был крещен водой, и Дух Святой сошел на Него. И можно рассуждать так. Это подходящее время, чтобы начать свое служение, создать маркетинговую и рекламную команду, распространить свое служение, потому что уже прошло 30 лет подготовки. Но как поступил Бог? Он повел Иисуса в пустыню, чтобы он был искушаем дьяволом 40 дней. На предыдущем уроке мы задали такой вопрос. Издевался ли Бог над Своими детьми? Конечно же нет. Миллион, триллион раз нет. Он не издевается над Своими детьми. Как было сказано ранее, Бог никогда не ведет нас в искушение, если Он прежде не даст нам силу выдержать Его. Вы можете сказать «Аминь»? Если посмотреть на тот случай, когда начался шторм, вы знаете, Иисус тогда проповедовал целый день и устал после всех этих собраний. Это мне очень хорошо знакомо. Бывали случаи, когда я проповедовал на 4-5 служениях за день. И я помню, как по дороге в гостиницу изо всех сил боролся со сном, но я все-таки уснул на плече у водителя, и он разбудил меня, когда мы подъехали к гостинице. Представьте, Иисус проповедовал целый день, и Он отправился через море Галилейское, чтобы завершить там еще одно служение. Он так устал, что уснул. И вы знаете, что Он глубоко и сладко уснул. И вот приближается шторм. Хорошо? И я имею в виду же шторм с угрозой для жизни. Вы должны помнить, четверо из Его учеников — это профессиональные рыбаки. Вся их жизнь прошла на море. Они понимают, что такое шторм, средней силы. Что такое сильный шторм? Они еще лучше понимают, что такое шторм с угрозой для жизни. Они не были трусами, они повидали много разных штормов. Но этот шторм смертоносный. Этот шторм точно погубил бы их. Волна за волной разбиваются о борт лодки, и они понимают, что погибнут. Как же они поступают? Они буйдят Иисусу и говорят, Иисус, тебе что, безразлично, что мы погибаем? Иисус встает, смотрит на шторм, и повелевает ему утихнуть. Сейчас позвольте мне задать вам один вопрос. Когда шторм обрушился на них, а Иисус глубоко спал, как вы думаете, Дух Святой и Отец были в панике? Не думаете ведь вы, что Дух Святой начал паниковать? О нет! Что я наделал? Помните, что Иисус сказал, Я ничего не делаю без Моего Отца. Это ведь Отец сказал им взять лодку и переплыть на другую сторону. Не думаете же вы, что Дух Святой начал говорить, О нет, Отец, о нет, Бог, Отец, что же нам теперь делать? Я понятия не имел, что скоро будет шторм, о Боже мой, они все умрут. Лучше бы Иисус не садился в эту лодку. Нет, Он не говорил этого, потому что Бог знает с самого начала, что будет в конце. Он знал, что им придется пережить шторм, когда они еще садились в лодку. Бог сказал Иисусу, сесть в лодку. Поймите, Бог никогда не поведет нас через шторм, если Он не даст нам силы превозмочь Его. Мне не важно, через какой шторм вы проходите сейчас в вашей жизни. Может быть, он физический или финансовый, или же вы пытаетесь покорить этот мир для Христа. Бог дал вам силу, чтобы преодолеть любой шторм, через который Он проводит вас. Аминь. Иисус запретил ветру и волнам, Он оборачивается к этим ребятам и говорит, почему вы устрашились? Почему у вас нет веры? Вот это да. Мне нравится, как Он разговаривает со своими сотрудниками. Вы знаете, когда я вижу, как Он разговаривает со своими сотрудниками, я думаю о том, что ученики не искали оправдания перед Богом в книге деяний. Почему? Потому что Иисус никогда не позволял им изобретать человеческую теологию. Я думаю, что Бог позволил вам пройти через это все, чтобы научить вас чему-то. Боже мой, это звучит так нелепо. Иисус бы не позволил им развить вот такую теологию. Вы знаете это? Он сказал, послушайте, у вас нет веры. Где она? Понимаете, почему Он так строго говорит с ними? Потому что Он сказал им в 35 стихе, Он сказал, переправимся на другую сторону. Он не сказал им, давайте доплывем до середины и утонем. В Его словах было достаточно силы. Давайте переправимся на другой берег. Помните, Он – Сын Божий. Все, что им было нужно, это слово «давайте переправимся на другую сторону». В этих словах было достаточно силы, чтобы эти ребята встали и сказали. Наш учитель сказал, переправимся на другую сторону. Шторм, убирайся. Вот что им нужно было сделать и позволить Иисусу спать спокойно. Они не дали ему хорошенько выспаться. Вот почему он был немного строг с учениками. Вы понимаете, о чем я говорю? Людей, которые погибают под жизненными обстоятельствами, и тех, кто царствует в этой жизни, разделяет знания следующего факта. Борьба и трудности в жизни неизбежны, но в отличие от обычных людей, у нас есть сила преодолеть любые обстоятельства. Мы должны неустанно сражаться, пока не победим. Аминь. Если бы это зависело от апостолов, то они бы утонули в тот день. Давайте посмотрим, какие блага принесло решительное послушание Иисуса в борьбе со штормом. Во-первых, ученики выжили. Во-вторых, одержимый человек был освобожден на другом берегу. В-третьих, этот одержимый человек, получивший освобождение, повлиял на целых 10 городов для Божьей славы. И все это потому, что Иисус решил побороть шторм в то время, как апостолы решили умереть. Видите разницу? Хорошая проповедь. Аминь. Я помогу некоторым из вас. Сегодня, если бы мы могли спросить апостолов, стоило ли пройти через все это, они бы ответили, без всякого сомнения. Давайте рассмотрим другой пример. Павел. Апостол направляется в Иерусалим, и послушайте его слова. «И вот ныне я, по влечению духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мной. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что «узы и скорби ждут меня». Греческое слово «скорбь» — это слово «флипсис». Итак, Дух Святой повел его туда, где его ждут гонения. А каков результат неотступной позиции Павла посреди скорбей? Евреи и язычники в Иерусалиме услышали слово Божье. Многие люди в Римской империи услышали слово Божье. И не только это, еще и солдаты, правители тех областей и даже сам Цезарь услышали слово Божье, потому что Павел был готов встретиться со штормами и преодолеть их. Хорошая проповедь. Аминь. Итак, Бог не является автором штормов и скорбей. Он знал, что Павел столкнется со всем этим, поскольку этот падший мир враждебно настроен по отношению к Богу. Но Павел был движим любовью Христа и преодолевал все это. Павел сам заявляет, от всех, имеется в виду скорби и гонения, «Избавил меня Господь от всех скорбей». Эти слова перекликаются со словами псалмопевца. Он, Бог, избавил меня от всех скорбей. Не от 98% проблем, даже не от 99% проблем. Он избавил меня от всех скорбей. Аминь. Позвольте мне объяснить это с позиции воспитания детей. Вы знаете, наш старший сын, мы с Лизой очень гордимся нашими четырьмя сыновьями. Я многие годы говорил, «Бог, они не наши дети, они твои дети». И мы просто руководим тем, что принадлежит тебе. Это самые прекрасные молодые люди на свете. Я, наверное, предвзято к ним отношусь, да? И вы знаете, когда Эдисон, наш старший сын, который является исполнительным директором нашего служения, когда он учился в первом классе, у него было много проблем из-за хулиганов в классе. Ему очень доставалось от них на игровой площадке. День за днем, каждый вечер, Эдисон приходил домой со слезами на глазах и жаловался на этих забияк. Представьте, что мне хотелось сделать, как отцу. Я хотел пойти на эту площадку и дать этим детям по шее. Но это принесло бы обратный результат по трем причинам. Во-первых, это было бы не по-божески. Во-вторых, это не принесло бы плода в формировании характера Эдисона. В-третьих, у меня не было никаких прав на этой площадке. Это было областью Эдисона, где распоряжаться должен был он. Вечер за вечером Эдисон приходил домой весь в слезах. Мы с Лизой давали ему мудрые советы, как поступать с этими ребятами. И мы подробно говорили ему, что делать. И он приходил домой каждый вечер с еще большим успехом. И вы знаете, что произошло? В результате пережитого и других обстоятельств жизни Эдисон научился прекрасно строить отношения с людьми. В результате он начал работать в нашем служении, когда ему исполнилось 18 лет. Я хорошо помню, как сказал руководителю по кадрам, «Никаких поблажек ему здесь быть не должно». И спустя 6 месяцев руководитель по кадрам позвал меня и сказал, «Я хочу, чтобы он возглавил отдел по связям с церквями». Эдисон возглавил этот отдел, и он начал процветать под его руководством. Почему? Потому что он завоевал доверие каждого работника, от 60-летних до подростков. И потому что они увидели, как умело он строит отношения. Сейчас он является исполнительным директором нашего служения. Почему? Этот 25-летний молодой человек обладает удивительной мудростью, чтобы строить взаимоотношения. Честно скажу вам, он лучше, намного лучше меня умеет строить взаимоотношения. Откуда это у него? От общения с хулиганами. Папочка поделился с ним мудростью. Вот почему Иаков говорит, «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». И сразу же добавляет, «Если же у кого из вас не достает мудрости, допросит у папочки, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но допросит с верою». Верно? Аминь. Это очень важно в данном вопросе. Это настоящий камень преткновения для многих, особенно в этих трех главных сферах жизни. Предыдущие примеры показывают, что Бог не является источником скорби и гонений. Но всегда ли это так? Если вы имеете малейшее понятие, мысль или веру в то, что Бог — автор, проектировщик или инициатор конкретного испытания, которое вы, возможно, проходите, тогда вы не будете бороться, чтобы преодолеть его так, как нужно. Солдат, собирающийся воевать, хорошо знает, с кем он воюет. И если он мудр, он знает тактику врага. Аминь. Я проводил много душепопечительской работы с верующими, которые не уверены в том, кто стоит за несчастьями, которые они переживают. Это так печально. Это так печально. Чтобы не позволить сатане победить, Павел говорит, «Ибо нам небезызвестны его умыслы». Это 2 Коринфянам, глава 2. Бог говорит, «Мы знаем его планы». Вот почему Израиль является одним из самых могущественных государств в мире. Почему? Как может такая маленькая страна выдерживать столько бед и нападений? Потому что у нее самая лучшая разведслужба в мире. Они все знают о своих врагах. Их никогда не удивляет то, что замышляют их враги. Павел сказал, что именно так мы должны жить. Мы не должны быть невежественными в вопросах уловок врага. Мы должны знать его тактику и планы. Вы можете сказать «Аминь»? И как мы можем знать его тактику? Слово Божие говорит ясно. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 10.10. «Вор приходит только для того, если вы хотите узнать цель врага, чтобы украсть, убить и погубить». «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Вот прямо здесь, чуть выше, в этой же главе, Иисус изображает сатану и его приспешников ворами. Он называет его богом века сего. Во второе, Коринфянам 4.4. Он князь силы поднебесной. Он управляет системой этого мира. Это очевидно. Любые несчастья, которые подпадают под категорию убийства, кражи или погибели, исходят от врага, а не от Бога. С другой стороны, Иисус делает все, чтобы воля Отца свершилась. И Божье предназначение для вас — это жизнь во всей полноте. Здесь будет уместно сказать «Аминь». Когда вы переживаете давление, трудности или различные страдания, пропускайте их через фильтр Иоанна 10.10, чтобы понять, от Бога это или от врага. Если это кража, убийство или погибель, если это проходит через фильтр, то вы знаете, что делать. Тогда поступайте так, как мы показываем вам на этих уроках. Одна из сфер, где многие христиане испытывают проблемы, — это чувство стыда, вины и осуждения. Они не дают им быть продуктивными в царстве. Давайте рассмотрим их источник. Хорошо? Сначала пропустите это через фильтр. Давайте прочитаем Слово Божье. Послание к римлянам 8.33.34 говорит, «Кто будет обвинять избранных Божьих?» Сделает Бог это. «Бог осудит нас?» «Нет, — говорит Павел. Бог оправдывает их». Кто осуждает? Иисус Христос? Какой его ответ? «Нет, с восклицательным знаком». Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одеснует Бога, Он и ходатайствует за нас. Он не осуждает нас, Он заступается за нас. Осуждает братьев Сатана, а не Иисус. Иисус не обвиняет. Он не возлагает на нас чувство стыда, вины и осуждения. Как Он может возложить на нас то, что забрал у нас? Вы можете сказать «Аминь». Задумайтесь над этим. Бог послал Иисуса Христа умереть за вас, когда вы были Его врагом. Иисус согласился прийти, и Дух Святой сделал это возможным. Зачем Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому осуждать вас? Послушайте, что говорит в послании к евреям 9.14. «То коли паче кровь Христа очистит совесть нашу от мертвых дел для осуждения Богу живому и истинному». Кровь очистила нашу совесть от вины, стыда и осуждения. Послушайте, если вы страдаете от вины, стыда или осуждения, но в своей жизни вы ищете Бога, и вы хотите служить Ему, и вы покаялись, тогда, знаете что? Эти ощущения не от Бога, и вы должны решительно бороться с ними. Вы можете сказать «Аминь». «Если вы исповедовали свои грехи, ну ты понимаешь, Джон, то, что я сделал, ужасно, тогда что, вы займете место Иисуса и сами заплатите за свои грехи, осуждая себя следующие несколько дней? Скажите, когда ваша плата за грехи будет достаточной, чтобы искупить ваши грехи?» Иисус взял позор. Иисус взял вину. Я помню, как однажды молился, «Мне так стыдно за себя». И Господь ответил, «Это не от меня». И внезапно я понял, «О!» Он сказал, «Я забрал твой стыд, Джон». И тогда я сказал, «О, Боже мой! Я всю жизнь буду это помнить. Стыд, вина и осуждение не от Бога». Сейчас самое время сказать «Аминь». Но давайте при этом сохранять баланс. Наш Отец все же доказывает нас и исправляет нас. Библия говорит в Евреям 12, 5, «Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя». Ой-ой-ой! Я переживал обличение Господа. Когда Бог обличал меня, было так тяжело, что было бы легче, если бы меня ударило бревном по голове, а не Словом Божьим. Это было... Ой-ой-ой! Поймите, лучше не вызывать недовольство Отца. Наверное, вы понимаете мою мысль. Он исправляет нас по двум причинам. Во-первых, чтобы восстановить наши отношения. Во-вторых, чтобы сделать нас больше подобными Ему. Но не для того, чтобы убить, украсть и погубить. Никогда не забывайте о том, что осуждение и исправление всегда вызывают неприятные ощущения. Это болезненно. Они вызывают одно и то же ощущение — боль. Послушайте послание к евреям 12, 11. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью». Итак, наказание Господня, наставление Господня приносит боль. Но в чем же тут разница? Разница есть и большая. Осуждение не дает нам выхода, исправление дает. Это называется покаянием. То есть изменением образа мысли и отношения сердца. О Бог, я больше не буду этого делать. Я больше никогда не буду говорить об этом человеке. Вы понимаете, о чем я говорю? Апостол Иоанн пишет, «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом. Его имя Иисус Христос». Заметьте, он не говорит, «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы знали, что когда грешите, у вас есть заступник». Цель здесь — не грешить. Но, я повторю, если вы согрешите, у вас есть заступник. Почему цель — не грешить? Потому что в Римлянах, Иисус 6, 14, просто говорится так. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Благодать наделяет нас властью быть похожими на Иисуса. Итак, цель — не грешить. Но если кто согрешит, и мне потребовалось это на этой неделе, у нас есть заступник. Вы со мной? Аминь. И мы всегда должны помнить, что говорит Библия. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Что значит быть верным? Это значит, Он простит вас в любое время. Что значит праведен? Он простит вас, кем бы вы ни были и что бы вы ни сделали. Одним из серьезнейших препятствий для верующего в Его царствовании в жизни является угрызение совести из-за греха. Кровь Христа очистила нас. Иногда приходится просто говорить своему разуму и сознанию, «Все это омыто кровью. Грех так же далек от меня, как запад от востока. Он похоронен в море забвения. Оставь меня, клеветник братьев». Аминь. Это значит, что если ты согрешил, и ты действительно покаялся, то ты был прощен и очищен от любого греха. Аллилуйя. Я думаю, мы должны громко прокричать это. Аминь. Болезни и физические немощи, на мой взгляд, являются еще одной трудной сферой. Псалом 102, стих 2 и 3 говорит, «Благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Что такое благодеяние? «Он прощает все, каждое беззаконие твои, твои грехи, исцеляет все, каждой недуги твои». Послушайте эти слова. «Он исцеляет все недуги твои». Там не говорится, «Он исцеляет некоторые недуги твои». «Он исцеляет все твои недуги». Здесь не сказано «большинство недугов». Все недуги. Почему это так? Потому что Библия говорит в книге Исаия, «Но Он взял на себя наши немощи». Что такое немощи? Если посмотреть в оригинале, то это болезни, слабости и расстройства. Я читаю вам из расширенного перевода Библии. Я ничего не добавляю от себя. Но Он взял на себя наши немощи, болезни, слабости и расстройства. Ранами Его, причинявшими боль, мы исцелились и стали здоровыми. Если мы исцелились, это значит, что мы исцелены. Ну, ты понимаешь, врач мне этого не говорил. Я уважаю врачей, и вы должны уважать их. Но врач — не Бог. Вы будете верить Богу или заключению врача? Я очень признаделен врачам, потому что их главная цель — помочь Богу в процессе исцеления людей. Бог не хочет, чтобы люди болели. Дьявол хочет этого. Хорошая проповедь. Аминь. Перевод Вебстера говорит, «Истина, Он понес наши болезни, и ранами Его мы исцелились». Новый английский перевод говорит, «Он вознес наши болезни, потому что ранами Его мы исцелились». Если мы исцелились, то мы исцелены. Аминь. Если вы посмотрите на служение Иисуса, то увидите, что Он никогда не отвечал человеку, пришедшему за исцелением, так, «Ты знаешь, мой отец хочет научить тебя чему-то, так что потерпи. У тебя сформируется благочестивый характер, я люблю тебя, я действительно люблю тебя». Это жалкие слова, и это так не характерно для нашего воскресшего Господа, Учителя и Спасителя Иисуса Христа. Если вы думаете, что Бог хочет научить вас чему-то через болезни, то почему вы ходите к врачу? Вы противитесь воспитательной работе Бога? Если вы думаете, что Бог хочет научить вас чему-то через болезнь, то перестаньте ходить к врачу. Почему вы сопротивляетесь Божьему научению? Видите, насколько это нелепо? Нет ничего плохого в том, чтобы ходить к врачу, потому что у каждого свой уровень веры. Некоторые люди могут исцелиться с помощью врача, это их вера, и это замечательно. Другие люди поступают, как моя свекровь, которая сказала, «Доктор, я вас люблю, я признательна вам за все, но я должна кое-что сказать». Бог сказал мне, что я исцелена, и спустя 31 год она жива и здорова и выглядит прекрасно. Аминь. Вы не найдете ничего такого в книге «Деяния апостолов». Вы никогда не увидите, чтобы ученики, смотря на больного, говорили ему, «Ты понимаешь, я хочу видеть тебя исцеленным, но Бог хочет что-то сказать тебе или пытается научить тебя чему-то». Я не знаю. Они никогда так не поступали, потому что Иисус никогда не позволял им развивать эту глупую теологию. Он посмотрел на своих учеников, когда они не смогли исцелить от эпилепсии маленького мальчика, и сказал, «Род неверный и лукавый, сколько мне вас терпеть?» Подумайте, Иисус, «Ты мог бы проявить хоть немного сострадания». Вы знаете, что? Это и есть сострадание, потому что любовь говорит правду. В любви он сильно любил своих учеников. Он сказал им, «Ребята, нам не нужна эта болезнь традиции, ложной теологии, которая губит вас и людей, которым вы служите». И вот что я вам скажу, ребята, откровенно. Вы без веры сейчас, и вы немного не в себе, потому что, знаете что? Вы могли бы его исцелить, но позвольте мне это сделать. И ученики извлекли из этого урок. Вот почему они никогда больше так не поступали в книге «Деяния апостолов». Поймите, это делалось в духе любви. Мне приходилось видеть людей с духом критики. Они смотрят на людей и говорят, «Если бы вы имели достаточно веры, вы бы исцелились». Как же это все-таки ужасно. Поймите, в Библии написано, что мы говорим истину в любви. Вы никогда бы не смогли произнести слова, сказанные Иисусом своим ученикам, если бы не были готовы умереть за того человека. Иисус умер за этих ребят. И Он сделал это из любви. Он сказал правду с любовью, с любовью, с любовью. Не из самоправедности или в духе критики, который говорит, «Я лучше вас». Хорошая проповедь. Аминь. Послушаем, что говорится в послании к фессалоникийцам. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Я думаю, вы можете усвоить это. Божья воля для нас — исцеление. Аминь. А как насчет недостатка и нищеты? Это третья сложная сфера для многих. Вы знаете, многие люди считают, что благочестие заключается в бедности и недостатке. Это смешно. Слово Божье говорит, «Бог мой да восполнит всякую нужду, да избытка, ваше по богатству своему в славе». Независимо от того, как идут дела в банках на Уолл-стрит, независимо от того, как обстоят дела на бирже, он восполнит каждую вашу нужду по богатству своему в славе. Если вы этого не знали, но в 2008 году его богатство и слава не переживали такого кризиса, как валютный рынок. Павел говорит о финансах. Но поймите, Библия говорит, что доброе имя лучше чего? Даже помазание. Думаете, у вас будет доброе имя, если вы не сможете оплачивать счета? Нет, нет. Но в эти несколько минут я хочу кое-что прояснить. Библия говорит не только о восполнении нужд, но и о том, что Бог хочет дать вам преуспевание. Некоторые говорят, «Бог лишь восполняет мои нужды». Но не этому учит Библия. Прислушайтесь к молитве 90-летнего апостола Иоанна. Если и нужно кого-то слушать, то я буду прислушиваться к таким людям, как Орл Робертс, Дэвид Вилкерсон. Я смотрю, например, Билли Грэма. Эти люди были верны Богу всю свою жизнь. С их именем не было связано ни одного скандала. Если эти помазанники будут что-нибудь мне говорить, вы знаете что? Я буду слушать их более внимательно, чем 35-летнего проповедника. Иоанн в свои 90 лет говорит такие слова. Послушайте, что он говорит. «Возлюбленный, больше всего я хочу...» Вы слышите? «Больше всего...» «Чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Некоторые могут сказать, что он говорит о преуспевании души. Нет, он говорит, как преуспевает душа твоя. «Я хочу, чтобы ты процветал, как и твоя душа». Он не говорит здесь о процветании души. Аминь. Больше всего... А Бог не может преувеличивать. Это богодухновенное Слово Божье. Писание написано «по вдохновению Божьему». Бог говорит, «Больше всего...» «Больше всего я хочу, чтобы ты был здоров. Я хочу, чтобы ты процветал, как и твоя душа». Вы со мной? Ну что же такое настоящее преуспевание? «Большая машина, большой дом, шикарная машина, шикарный дом». Я немного запутался. Нет, не в этом преуспевание. Вы знаете, что такое настоящее преуспевание? Когда ты можешь помогать людям. Когда у тебя есть возможность помогать людям. Вы знаете, у меня есть хороший дом. Бог благословил нас хорошим домом. Но знаете, самую большую радость в этом году я испытал от того, что Бог дал нам способность повлиять через книги на 250 тысяч пасторов в 41 стране мира. Вы знаете, что? Бог дал нам возможность построить приют в Камбодже для девочек, чтобы они могли вырваться из рабства детской проституции, а также возможность построить профессиональное техническое училище. После того, как на город Джоплин в штате Миссури обрушился торнадо, две недели спустя Бог дал нам возможность отправить 40 тысяч долларов местному пастору. Сейчас он является светом для жителей Джоплина, потому что помогает этим людям в их нуждах. Это и есть преуспевание. Аминь. Аллилуйя. Хорошая проповедь. Хорошо, наше время истекло. Давайте продолжим на следующем уроке. Увидимся на шестом уроке. В шестом уроке «Снабди себя», вы укрепитесь и снарядитесь для духовной битвы и научитесь видеть в каждом испытании возможность участвовать в победе Христа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok